МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем, кто виноват в столкновении трамвая и Дэл Матис на улице Серова. Здесь светофоров нет, там где-то черные пакеты. А также казанская пенсионерка отдала мошенникам более 17 миллионов рублей, поверив звонившему ей человеку. В самом начале, при разговорах, они мне присылали свои удостоверения. Она продала две квартиры, взяла кредиты и все деньги перевела на счета, указанные неизвестными ей людьми. Все это прямо сейчас. Сам себя выдал автоинспектором водитель Шкоды Октавии. Минувший ночью, двигаясь по улице космонавтов, 38-летний мужчина увидел впереди патрульный автомобиль ГИБДД. Не желая встречи с сотрудниками дорожно-патрульной службы, он развернулся через двойную сплошную линию и постарался скрыться из поля их зрения. Но маневр автомобилиста не заметили и вскоре задержали мужчину, который пытался спрятаться за зданием автосалона. Вскоре стало понятно, почему он это делал. Присутствие вас, данного водителя, пока отстраняем от управления транспортного средства. Они заметили черную Шкоду Октавия, когда автомобиль на улице космонавтов развернулся через две сплошные и поехал в обратную сторону, предположив, что водителю есть что скрывать, раз он не желал встречи с автоинспекторами, его решили задержать. Скрыться он решил во дворах ближайших домов. Шкоду настигли, когда водитель парковался за зданием автосалона. У мужчин обнаружили признаки опьянения. Предлагаем пройти освидетельствование на стоянии алкогольного опьянения путем продува Волкотектора. Согласен в Волкотектора продув? Согласен. Дуйте, 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 Все, молодцы. Алкоголь не обнаружен. Спиртного в организме мужчины алкотестер не обнаружил. И ему предложили пройти медицинское освидетельствование в больнице. Медучреждение согласно его проехать? Я свидетельствую. Данное? Водитель согласен проехать. После больницы водителя доставили в отдел полиции. В том, что он сел за роль, усмотрели признаки уголовного преступления. Раньше его лишали прав за вождение с признаками опьянения. При повторном задержании в таком состоянии наступает уже уголовная ответственность. Статья предусматривает штраф в 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Амин Шайдулин, Дарья Кореева. Вызов 112. Дедушку с 7-летним внуком сбил на пешеходном переходе на улице Адели, кутуя водитель такси, после чего скрылся с места происшествия. Момент ДТП был зафиксирован камерой наблюдения. На записи видно, что пешеходы переходили дорогу по всем правилам дорожного движения. Таксист при этом проехал на красный свет. В результате наезда ребенок получил ушиб правого голеностопного сустава. Медики наложили ему гипс. Его дедушка получил ушибы и от госпитализации отказался. Скрывшегося водителя автоинспекторы нашли ему 50 лет. Работы он теперь, вероятно, лишится. За оставление места аварии административный кодекс предполагает лишение водительских прав до полутора лет. Такое же наказание ему грозит из-за нарушения правил движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью. Полностью перекрыли проезжую часть на улице Серова трамвай Део-Матис, которые поздним вечером не смогли поделить дорогу. Авария моментально стала причиной затора. Проехать прямо было нельзя. Те, кто решался, объезжали вагон по улице энергетиков. Но сделать это смогли не все. Большегрузом, которые попали в ловушку, деваться было некуда. Их водители стояли в ожидании свободного проезда. По правилам подключается Матис, по любому виноват. Водитель микролитражки рассказывает, ездил по городу не ради удовольствия. Находился на работе, вез клиенту заказ. Признался, трамвай просто не заметил. Видите, вот эти машины, они весь обзор закрыли. Тут же не положено так ставить до перекрестка. У меня машина маленькая, то есть я снизу, и тут включится трамвай. Плюс скользко. То есть я начал тормозить еще далеко. Легковушка врезалась практически в середину вагона. Трамвай остановился и полностью перекрыл проезжую часть на улице Серова. И если кроссоверы могли объехать препятствия по улице энергетиков, то более низкие легковушки просто разворачивались обратно. Грузовикам деваться было некуда. И водители фур стояли и ждали, когда освободится проезд. Слава богу, что уже основные пробки-то прошли. То есть не так много случилось. В момент аварии, рассказывает, в трамвае был один пассажир. Столкновения там даже не почувствовали, а скорее услышали. Сам мужчина также не пострадал. В произошедшем винит только себя. Здесь светофоров нет. Там, видите, там где-то черные пакеты. То есть светофоры закрыты. Получается, он ехал справа. То есть помех справа, по-любому я. Ну и плюс трамвай. Но молодой человек не заметил, что вместе со светофорами появился знак «Главная дорога». При этом он был не закрыт. А знаки, обязывающие водителю уступать дорогу общественному транспорту, пропали. Знал ли об этом водитель трамвая? Он рассказать не захотел. Не снимайте, пожалуйста, кабинет. Участники аварии о произошедшем сообщили в автоинспекцию. И теперь степень вины каждого будут определять на детальном разборе происшествия. Ранья Абдрахманова, Дарья Кореева. Вызов 112. Более 17 миллионов рублей лишилась пенсионерка после звонка якобы представителя правоохранительных органов. Он сообщил женщине, что ее пытаются обмануть. Доверчивая жительница Казани поверила всему, что ей говорил неизвестный человек, которого она не видела ни разу в жизни. И перевела на якобы специальный счет в центробанке все свои накопления. Кредиты почти на миллион рублей и деньги выручены от продажи двух квартир. Только спустя какое-то время пенсионерка поняла, что все это было сплошным двухнедельным обманом. Выселяясь из квартиры, где жила, она рассказала, как попалась на удочку мошенников. Общий ущерб получился 17,5 почти что миллионов рублей. Она осталась без всего и жить ей теперь негде. Лишилась двух квартир и на меня повесили свыше миллиона кредитов. Она слышала о телефонных мошенниках, но думала, что ее это никак не касается. И когда ей позвонила женщина, которая назвалась сотрудником правоохранительных органов, ничего не заподозрила. Позвонили и сказали, что по доверенности, выданной мной, снимает деньги с моих счетов. Никаких доверенностей никому не давала, ответила женщина. Но звонившая убедила, это не повод для спокойствия. Представители центробанка подтвердили, лишиться она может многого. От ее имени поступили запросы в несколько банков на выдачу кредитов. Но есть шанс опередить мошенников и кредиты получить самой. Человек прислал мне в WhatsApp список, по каким банкам сделаны заявки по кредитам. Необходимо было по ним пройтись. В каких-то банках не дали кредиты в силу возраста, а пять банков дали, невзирая на возраст. Я деньги получила. И по указанию этого псевдоработника центробанка, значит, по подвязанной карте отправила их через банкомат. На счет, который якобы открыт на мое имя в центробанке. Разослать уведомления в каждый банк о необходимости закрыть кредиты, звонившие обещали сами. И женщина об этом не беспокоилась. Тем более, что на кону стояли потери куда большего масштаба. Потом они сказали, что помимо кредитов, значит, у вас под боем стоят квартиры. И нужно опередить мошенников и подать заявку о продаже квартир. Она все делала так, как ей говорили. На вопрос о причинах продажи жилья отвечала, что переезжает в другой город. Так ей сказали звонившие. И все деньги также перевела якобы на свой счет в центробанке. И стала ждать, когда московские полицейские, как и обещали, приедут в Казань на суд над пытавшимися обмануть ее мошенниками. Но никто так и не приехал. И доступа к ее деньгам так и не дал. Тогда она и поняла, что все это время общалась как раз с мошенниками, оставившими ее в 70 лет без всего на улице. По данному факту в отделе полиции Ямашевский управлением ВДР по городу Казань возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Уже потом, осознав, что произошло, женщина поняла, как ее смогли убедить в правдивости всего сказанного. В самом начале, при разговорах, они мне присылали свои удостоверения. То есть, чтобы было убедительно, так сказать, да, с фотографиями. Поэтому в дальнейшем уже не обращала внимания на странные требования звонящих, говоривших сохранить все в строжайшей тайне. Они каждый день предупреждали, чтобы я никому не говорила. В самом начале они, значит, мне озвучили, что я несу уголовную ответственность за разглашение тайны следствия. Об этом никому не говорила и не сообщала. При телефонных разговорах, чтобы никого посторонних не было, чтобы я была одна. То, что нельзя верить на слово, она поняла, когда потеряла совершенно все и еще осталась должна. Этот урок в преклонном возрасте дался ей очень дорого. Следствие по телефону не ведется. Алияха Ирудинова, Вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова